Расправились с целой семьей лосей. На границе Тюльганского района и Башкирии браконьеры расстреляли лосей, одному из которых не исполнился годом. Преступление произошло еще в конце января, однако известно об этом стало лишь на днях. В полицию обратился местный житель поселка Алмалы Тюльганского района. Охота на копытных закрылась еще в конце декабря, однако выстрелы в лесах Оренбужьей продолжают греметь. Семью Сахатых разделила всего несколько метров границы Оренбужьей и Башкирии и смертельные пули браконьеров. Факт браконьерства был совершен с двухнедельной давностью. На территории Башкирии происходило преследование двух голов лосей. Лосиха перешла раненая на территорию Оренбургской области и была уже добита, убита. Лосенок получается, что остался на территории Башкирии. Браконьерам грозит возмещение ущерба. Поэтому минимум 100 тысяч рублей за голову, плюс еще несколько сотен тысяч рублей штрафа, конфискация снегоходов, оружия, а в худшем случае до трех лет тюрьмы, такую ответственность предусматривает Российский уголовный кодекс. Установление истины по делу растянется на две сопредельные территории, а это вместе с поздним обнаружением преступления не добавляет шансов на то, что виновные все же будут найдены. В том же, что они еще и понесут заслуженные наказания, охотоведы сомневаются еще сильнее. Трудно сказать, кто и предположительно, кто совершил вот это преступление, иначе его никак не назовешь. Но расследование покажет, полиция занимается в Тюльганском районе, наши сотрудники тоже проводят совместное расследование. В настоящее время по факту незаконной охоты сотрудниками отдела полиции Октябрьский и Республики Башкортостан проводятся доследственные проверки, сообщил на наш официальный запрос исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за следствием областной прокуратуры Фролов. Между тем, в управлении объектами животного мира отмечают рост браконьерства. Только с начала года отмечено 11 случаев незаконной охоты. За аналогичный период прошлого года всего 5. Растет и количество мощных снегоходов по цене дорогой иномарки. Большинство дорогостоящей техники нигде не зарегистрировано. Предотвратить браконьерство, а тем более угнаться за нарушителями, и гирям не под силу.